Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сегодня гость нашей рубрики, гость зеленого абажура, учитель начальных классов средней школы номер один, заслуженный педагог Сахалинской области, победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации в национальном проекте образования в 2006 году. Педагогический стаж моего гостя 40 лет. Это Галина Михайловна Лабузова. Галина Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте, Никита Ильич. Не зря сегодня мы беседуем в нашей студии представителя педагогического сообщества, так как совсем скоро, несколько дней пройдет и 5 октября мы вместе со всей страной будем праздновать прекрасный день, День Учителя, который отмечается 5 октября. И поэтому накануне этого праздника Галина Михайловна сегодня у нас в гостях. Так, Галина Михайловна, ну вот ответьте на такой вопрос, как вообще становиться учителями, как вы выбрали для себя эту профессию, когда вы поняли, что да, я хочу быть учителем? Знаете, на этот вопрос, наверное, можно ответить односложно. Вот просто захотелось, и почему бы нет? Дело в том, что у каждого человека есть свой путь. Вот для меня оказался этот путь школы, путь учительства, путь педагога. И вот на протяжении 40 лет я ни разу об этом не пожалела. Семья ли у вас была учительская? Нет. Как говорят, медики приходят из медицинских семей, даже семья такая? Нет, нет, у меня родители были простыми рабочими, то есть никак педагогики никакого отношения не имели. Но вот почему-то так захотелось, но, наверное, захотелось именно со школьной скамьи. Именно вот учитель начальных классов, да? Именно учитель начальных классов, да. Ну дай бог, это, конечно, хорошо, если человек прям чувствует вот это свое призвание, и хорошо, если это призвание потом на самом деле таковым становится. Ну вот, как в вашем случае, 40 лет уже вы педагог, поэтому, конечно, уже можно об этом говорить. Ну не 40, а там 45 лет назад. Какой была студентка училища педагогического Галина Лабузова? Понятное дело, прошло много лет, можно уже там что-нибудь нафантазировать, но тем не менее, как вы учились, как для вас учеба проходила? Нет, учеба проходила очень серьезно. Дело в том, что действительно я начинала учиться в Николаевском на Амуре педагогическом училище. Это было очень серьезно, это было очень волнительно. В те годы там еще были такие... Не так просто можно было поступить, потому что был конкурс. Но училась я хорошо, вот даже нисколько преувеличиваю, потому что я в школе хорошо училась, и в училище очень хорошо училась. На доске почета висела, и знамями доверяли училище носить. Ну буквально, что после училища поняла, что все-таки нужно высшее образование, поэтому практически сразу, через два года после окончания училища, я поступила в Комсомольский на Амуре педагогический институт. Сейчас он называется университетом. И в этом году так случилось, что я со своей подругой, с которой мы учились, мы побывали в этом университете. Прям ностальгия такая. Действительно, очень приятно. Знакомые, коридоры, да? И коридоры, и такой замечательный университет, красивый. Атмосфера, да? Атмосфера другая, и современная технология там вот вообще. Ну много чего изменило, ну приятно. Но место было одно и то же, несмотря на то, что мы давно уже закончили. И, наверное, очень здорово, что я в этом стремлении была не одинока. Мы со своей подругой, с Натальей Владимировной Давыденко, кстати, с которой 40 лет практически вместе работаем, вот мы пошли по этим стопам. Наталья Владимировна, учительница первая моя. Даже так вот. Рада очень. Поэтому и училище было у нас вместе с ней, и институт был вместе. Поэтому я думаю, что вот так мы бок о бок, плечо к плечу идем вместе. Ну для любого человека всегда запоминается его рабочая карьера, его профессиональный рост. Ну с того самого первого дня. Вот первый, понятное дело, во время учебы была практика, приходили вы в те или иные классы, встречались с детьми. Но тем не менее, да? То есть вот вы когда уже специалист, вы приехали. Вот ваш первый класс, каким он был, когда вы приступили к работе? Я приступила к работе ровно 40 лет тому назад, и первый класс мой был в малокомплектной школе поселка Лагури. То есть вот один год я отработала там, для меня это было вообще очень волнительно, очень страшно, потому что все четыре класса были на моем попечении. Вот тогда вот 14 детей было, до сих пор вспоминаю, до сих пор помню. 14 детей, которые обучались в первом, втором, третьем и в четвертом классе. Но я там отработала только год, и через год как раз восстановилась наша первая школа, и мы с Натальей Владимировной пришли в эту школу. Восстановилась? Восстановилась. А что там было 40 лет назад? Потому что она не работала вот какое-то время, почему-то вот она не работала. Переехали все в седьмую школу, и года три, наверное, наше старое здание, которое потом снесли после землетрясения, оно просто вот не функционировало. В нашей первой школе как-то так вот, очень такая была непростая судьба. Вот 40 лет назад закрывалось землетрясение вообще, вот это после этого землетрясения здание, ну как бы единственное такое большое, нам пришлось его разбирать. Мы, кстати, перешли опять в седьмую школу, работали, я тогда работал в седьмой школе. И вот, ну, дай бог, конечно, что вот в этом новом здании, в котором, ну, уже довольно-таки солидное количество лет первая школа находится, да, дай бог, чтобы вот надолго в нем задержалось, чтобы никакие там коллеги... Ну, если я помню, седьмая школа в семьдесят пятом году открылась, а вот в семьдесят восьмом мы как раз пришли туда работать. Вот три года эта школа не функционировала, просто стояло здание. И вот тогда я набрала первый класс, вот как-то подсчитывала это детям, которые тогда пришли ко мне первоклассники, им сейчас уже по сорок пять-сорок шесть лет. То есть уже довольно-таки большой стаж именно самих этих детей. А вы этих первоклассников вот как-то где-то встречали? Они, некоторые из них до сих пор работают вот здесь у нас в Ахе, и встречались, и здороваются, и помнят, и родители помнят, и дети помнят. Ну, просто я когда смотрю на них, что им уже за сорок лет, как-то порой так задумываешься, неужели это мои дети? Здесь этот Васечка, которому там чуть ли там не нос вытирало, да, вот он сейчас там Василий Петрович, да, условно говоря. Галина Михайловна, а какие курьезные случаи, возможно, были? Они, конечно, за сорок лет-то, понятное дело, там накопилось различного и курьезных, и радостных, и печальных. Но тем не менее, вот в практике молодого учителя Галины Лабузовой, вот что было такое интересное, что можно вспомнить? Ну, я думаю, вспомнить можно все, наверное, потому что все довольно-таки интересно, мне кажется, каждый день не похож друг на друга, и каждый выпуск не похож друг на друга. Мне как-то спрашивали, сколько детей ты выпустила, я говорю, много. Дело в том, что пока идешь по нашему родному городу Аха, ну, наверное, можешь, пусть не второй, но каждый третий, четвертый, это точно знакомый. Это или ученики, или родители, или нынешние ученики, и постоянно идешь, и здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Поэтому, с одной стороны, это очень-очень, конечно, приятно, но хотелось бы, чтобы, конечно, эти ученики радовали даже в том возрасте, в котором они сейчас находятся. То есть не только вот успехи вот этих семилетних детей или десятилетних детей, хочется, чтобы в 30-40 лет этот человек действительно состоялся. 39 лет назад, какой была первая школа, в которую вы пришли, какой был коллектив, кто вас окружал, кто были ваши коллеги, возможно, первые наставники ваши? Ну, 39 лет назад, я вот еще раз повторюсь, что вернулась в свою первую школу, в которой, кстати, я и училась. Я в этой школе с пятого класса закончила эту школу, да, и потом снова вернулась, хотя практику я проходила во второй школе, которую тоже сейчас снесли. Учителей было очень много, я очень благодарна, что вот меня судьба свела с ними. Ну, вот первая моя наставница, и наставница, скорее всего, которая помогла мне, молоденькая учительница, мне всегда, тогда всего лишь-то было 20 лет, в поселке Лагури. Это была Платова Любовь Ивановна. Вот, она работала, правда, тогда в ГОРОНО, называлась, да, управление образованием, не управление образованием, а городской отдел народного образования, большую, огромную помощь оказала. А в первую школу, когда мы приехали, я вот до сих пор вспоминаю Судареву Людмилу Иосифовну, Мурисову Маргариту Михайловну, Баннову Антонина Федоровну, то есть те учителя, вот которые, знаете, с открытой душой прям помогли. Они не смотрели на то, что вот этот молоденький специалист пришел, вот прям, ну, настолько, какая-то душевная такая атмосфера была. И не могу вот не вспомнить, что вот у меня кабинет был номер 22 на втором этаже, а в кабинете номер 21 работала Нель Михайловна Поршонкова, с которой мы до сих пор трудимся еще в нашей школе. Поэтому директоров было большое количество, я даже не могу вспомнить, сколько их. Вот я помню, что первым директором был Дорфман, потом работала вот с Мироновым Василием Степановичем, работали бы Пузырькова была у нас, Курносов Виктор Иванович, то есть учителей было довольно-таки много. Но самый большой, наверное, промежуток времени, с которым мы работали, это с Пономаревым Борисом Николаевичем. Поэтому долгое время мы с ним проработали уже в новой школе, хотя начинали еще и в старой школе. Галина Михайловна, а вот какой была атмосфера, ну вообще у школы, понятное дело, как есть у каждой школы своя атмосфера, но она, наверное, еще связана с тем временем. Вот какой была атмосфера той советской школы 35-30-летней давности, и чем она отличается от школы нынешней, вот именно какое-то ощущение атмосферы? Ну, наверное, время все равно вносит свои коррективы, как бы оно там ни было, да, но старая советская школа, вот мне так кажется, все-таки больше отличалась дисциплинированностью. И со стороны детей, и со стороны родителей, и со стороны самих учителей, потому что было слово «надо», и нужно было это делать. Сейчас я не могу сказать, что как бы люди недисциплинированы, но сейчас вот все равно более демократично мы относимся ко всему, и хочется… Свобода у нас личности, да, что мы вот так вот, да. Да, и вот жалко, что очень часто как-то на учителей смотрят, что… Мне почему-то так кажется, что вот вы обязаны, вы должны научить моего ребенка, или что-то вы должны сделать. Но это же наше общее дело, ну же невозможно учить отдельно учитель, отдельно родитель, все равно должно это все делаться сообща. Хотя я не скажу, что сейчас родители не помогают. Вот сейчас у меня второй класс, я просто очень благодарна своим родителям, которые помогают во всем, вот во всем просто. То есть это вплоть до того, что и выполнение домашних заданий, где-то в каких-то воспитательных мероприятиях, поэтому только огромное спасибо. Потому что мы делаем одно общее дело, мы воспитываем ребенка. Вот мне самому-то довелось, понятное дело, и в советской школе поучиться, и вот потом как раз я попал в этот переломный период, 90-е годы, и потом я уже и работал, в принципе, в школе уже не советской, а вот нынешней, там новой, российской, там демократической и так далее. И было мне тоже с чем сравнить, и я прекрасно помню, что такое отличительное особенностью той нашей советской школы, это было, но давайте будем вещи своими именами называть, это организация, организация пионерская, комсомольская. И на самом деле, я насколько помню, это была очень такая важная составляющая школьной жизни. Сейчас, понятное дело, мы пытаемся возрождать те или иные формы, какие-то организации учащихся, но, конечно, ни в какое сравнение с той организацией всероссийского масштаба, которые были, пионерская, комсомольская, но они в сравнении не идут. Вот на ваш взгляд, вот эта именно роль внеклассной работы, организующей, насколько она была важна? Она была очень важна, дело в том, что сейчас действительно это потеряно. Мы очень переживали, что вступить в пионерскую организацию, в комсомол, устав комсомола учили, потом в горком партии ходили, сдавали какие-то зачеты, какие-то пленумы изучали, понимаете, это все равно дисциплинирует настолько, это организует человека, что у него есть, ну, какой-то стимул есть. Вот сейчас как-то вот этого нет, вот этого маловато. Хочется, действительно, сейчас мы стараемся возродить, возродить организации различные, но все равно это не то. Все равно в советской школе это было, ну, как-то так, на партийном таком уровне, это было на государственном уровне, и это как-то все понимали. Да, и преемственность, это же из поколения в поколение переходило, да, то есть вот это именно организация, то есть, условно говоря, там наши там братья старшие были пионерами, потом комсомольцами, мы там, да, им на смену приходили, то есть это такой был такой процесс довольно-таки долгий, и, ну, скажем так, конечно, это была организация, имеющая очень большой солидный такой вес и авторитет. Даже атрибутиков, пионерский галстук, комсомольский значок, это же очень много значило. Я вот детям рассказываю, как-то вот у нас в Квере же заложена капсула, которую нужно будет... Капсула времени, да? Да, ее нужно будет на 100-летие комсомольской организации, которая будет в 2018 году, 29 октября, вот только я не знаю, какая организация как бы вскроет это все. Только да, вы как-то не забудьте это, напомните этот вопрос поднять, это на столице. Мы как-то с ребятами говорим, вот со старшеклассами, ребята, вы как раз будете, ну, вот свидетелями этого, представляете, что вот... Вы такую капсулу закладывали, да? Закладывали 50 лет тому назад, и вот именно будущему поколению на 100-летие как бы эту капсулу нужно будет взять, посмотреть, что-то о чем там 50 лет тому назад. Они рисовали... Это возле памятника Ленина, вот там, где он стоит. Они рисовали эту капсулу тому будущему, светлому, уже коммунистическому будущему. Тогда верили в коммунистику, да. И как для многих, наверное, какое-то разочарование. Ну, хотя с другой стороны, нет, ну тут нельзя говорить разочарование, разочарование, но одним словом мир-то совсем другой у нас сейчас, чем тот, о котором грезился или представлялся тогда в те советские социалистические годы. Ну, в принципе, ладно, на эту тему можно рассуждать долго и, можно сказать, бесконечно. А молодые педагоги, вот вы сами, ваши молодые коллеги, которые приходили в школу тогда 25-30, там, 40 лет назад, и молодые педагоги нынешнего времени. Мы сейчас, когда говорим о сравнении, мы, конечно, не будем говорить там хуже или лучше, но какие они? В чем, на ваш взгляд, разница молодых педагогов от вашего там периода, да, когда вы приходили, и нынешних? Дело в том, что было одно время, когда действительно как-то в педагогику дети не шли. Учитывая, что мы проводили вот анкетирование среди детей, и очень мало кто шел в педагогические институты или университеты. В основном там экономические, технические. А вот последние годы как-то тенденция такая, что пошли, и не только девочки, но и мальчики даже. У меня вот в 16-м году работала практиканка. В 17-м году работала практиканка. То есть дети, которые вот заканчивают даже нашу школу, они, ну, как-то потянулись. Видно, не потому, что, может, там, зарплата, не зарплата, как бы финансовая составляющая тоже очень много значит, но, наверное, здесь все-таки какое-то призвание. У нас работает сейчас Салаид Александра Витальевна, это наша бывшая ученица. Работает учителем начальных классов. То есть все равно, я смотрю, как бы дети стали поступать в педагогические институты. То есть вы, наверное, сейчас, ну, и вы, можно поговорить о том провале, который в конец 80-х, 90-х годов, да, вот этот провал, он экономический, социальный был, да, когда люди, была полнейшая какой-то хаос и неустроенность. И когда, да я помню, работал в те годы в школе, когда мы зарплату не получали, нам продукты питания, да, под запись выдавали. Мы практически работали за идеи, да. Это вообще за смешные деньги, которые заканчивались через три дня, за какую-то еду работали. Ну, и тогда, конечно, был период, когда и родители, и дети, конечно, ну, свое будущее с профессией педагога, ну, явно никак, наверное, не связывали, да, вот видя все происходящее. Вот тогда, наверное, было 90-е годы, очень такой серьезный, да. Тогда было очень сложно, и как-то мы даже иногда задумывались, вот учителя со стажем, говорят, да вот мы уйдем, кто же вместо нас будет учить детей? Какие бы современные технологии не были, живое слово учителя, оно дорогого стоит. Потому что у нас сейчас даже вот в кабинетах, посмотришь, и принтеры, и компьютеры, и интерактивные доски, и документ камеры, вроде бы очень много насыщенности, но живое человеческое слово никто нет. Без человека это останется просто железом, да, таким мертвым железом. Ну, вот, кстати, насчет информатизации образования, ну, не секрет, у нас сейчас и премьер-министр такой информационный, весь, ну, Дмитрий Андреевич Медведев, и в целом информационные технологии в жизнь наши повседневные нагряются, и, естественно, образование идет в ногу, со временем информатизируется. Наверное, ну, можно предположить тогда, что педагогам молодым, там, ребятам, там, 80-го, там, года рождения, там, 90-х, там, условно говоря, полегче адаптироваться, да, к этому современному быстрому информационному миру. Ну, а вот вам, вашим коллегам, которые приходили в школу, там, ну, много десятилетий назад, насколько все-таки, ну, сложно ли легко вот все это воспринимать, вот, все вот это новое? Ну, дело в том, что жизнь-то заставляет, мы все равно, как бы, должны идти в ногу со временем, конечно, тяжелее нам перестроиться, допустим, даже от тех же бумажных журналов к электронным журналам, поэтому в этом случае все равно мы должны, ну, как-то осваивать это. Мало того, что мы раз в пять лет проходим аттестацию, и вот в последнее время нам требуется каждому учителю открыть свой собственный сайт, поэтому это тоже нужно как-то вот до этого дойти, постараться это изучить, понять, принять. Ну, думаю, что, может быть, не так быстро, как молодым, но, тем не менее, мы все равно это осваиваем. Ну, мы уже знали, говорили о том, что учителя это такое сословие дисциплинированное, надо, надо, значит, будем учить, будем делать, ну, потому что если человек, ну, не может, вот, адаптироваться, ну, он тогда просто-напросто не сможет быть учителем, да, наверное, под какой-то там современно меняющийся. Конечно, конечно, в любом случае мы, как бы, ну, должны вот, вот, как пластилин, наверное, да, где-то вот сделать одно, второе, что-то не можем научат, где-то не получается, значит, нужно попросить. У нас иногда бывали действительно, как вы говорили, про курьюзные случаи, иногда старшеклассников просили, ребята, помогите, потому что нужно где-то выйти в чат, нужно выйти где-то там, потому что сейчас в последнее время очень много мы дистанционно проходим и вебинары, и семинары, и курсы обучения, где-то вот там нужно будет в чат где-то выйти, где-то на форум выйти, не всегда получалось, но ребята с удовольствием помогали. Так что я думаю, что учиться никогда не поздно. Ну, конечно, надо с детьми пытаться говорить на понятном их языке, и те дети, которые приходили в школу 40 лет назад, ну, в начальную школу, да, вот ваши детки, 40 лет назад, и те дети, которые приходят сейчас, но они, наверное, все-таки разные. По-разному относятся к жизни, по-разному они как-то развиты. Вот на ваш взгляд, какие основные такие, ну, отличия, особенности тех детей 80-х годов от 2000-х? Ну, наверное, вот эти 2000-го года дети, наши гаджеты, они сделали свое дело, как бы там ни было. То есть для ребенка, я вот говорю про начальную школу, что для них телефон важнее книги. Вот это вот меня иногда, знаете, вот очень даже коробит. Ну, как эта книга, я уже так детям пытаюсь, ребят, ну, так приятно посмотреть на эту книжку, обнять ее, вот эту табакравскую краску, да, ощутить ее. Нет, постоянно все в телефонах, вот это вот изобилие этого всего, оно и влияет на то, что ребята у нас сейчас, ну, практически перестали читать. Ну, и на телефоне же читать можно. Ну, на телефоне это все равно не так читать, не получается. Понятно, да, телефон там не шуршит, да, на нем следов борща нету, как на любимой книжке, да, ну, условно говоря, там. Вот, то есть вот в этом, да? Да, я думаю, что вот эта информатизация, она с одной стороны, конечно, очень хороша, а с другой стороны она наносит такой вред, что где-то вычислительные навыки посчитать устно проблематично. Проще взять калькулятор и посчитать на калькуляторе, понимаете? То есть прочитать произведение, вспомните «Войну и мир», мы пока ее прочитаем, пока кучу закладок понаделаем, а сейчас проще взять краткий обзор, где-то раз посмотреть, прочитал 3-4 страницы, все, я знаю, о чем это произведение написано. То есть вот здесь я считаю как-то, ну, ребята вот в этом плане, и они считают это очень важным, вот они считают, что, ну, я же знаю все равно, что «Войну и мир» написал Толстой или что-то. А не качество восприятия информации заменяется объемом, да? То есть я, в принципе, могу вот эту информацию себе разную накидать, ну, для сейчас становится проще что-то, какую-то информацию получить, нежели ее планомерно, спокойно, проанализировав ее, ну, как бы впитать, как было это вот, наверное, раньше, да? Ну, наверное, да, но с другой стороны, можно взять, допустим, это проектная деятельность, мы последнее время, начиная с первого класса, да, детей обучаем проектной деятельности, чтобы дети могли ставить цели, задачи, строили гипотезы, старались, как бы, при помощи опытов, экспериментов провести что-то, то есть, ну, а здесь, ну, никак без интернета не обойтись, то есть в любом случае информацию-то можно найти, что-то распечатать, сделать презентацию, создать фильм, ну, согласитесь, что это тоже очень много значит, то есть, вот именно в этом плане сейчас нынешние дети, они более информативные. Наш современный мир, вот, в силу своего информатизации и развития этих технологий, он становится просто, он становится быстрее, динамичнее, он становится доступным, объем информации доступный, опять же, он растет, и, наверное, ну, это, наверное, складывает определенные требования к образованию детей. Система образования меняется, да, под современные меняющиеся. Конечно, у нас меняются и системы, меняются и требования, меняются и, допустим, те результаты, которые мы должны получить, это не может не радовать, это действительно хорошо, потому что мы-то сейчас воспитываем действительно человека, который потом в жизни найдет свой путь, найдет свою какую-то деятельность, чтобы он был востребован где-то, поэтому в любом случае научить его вот так вот информатизации, это очень важно. У меня сегодня вот был урок окружающего мира, тема у нас была виртуальное путешествие, и мы разговор вели об кунсткамере. Многие дети, конечно, даже не знают, что это такое. После урока, мне так интересно было, что они на перемене взяли телефон и тут же набрали кунсткамеру и посмотрели, то есть, и тут же вот у них общение между ними, это дети третьего класса, общение между ними, они посмотрели даже какие-то картинки, посмотрели, где это находится, то есть, их заинтересовало это. Они удивились, потому что детей все равно надо всех удивлять, начиная с маленького возраста до большого возраста, только вот уметь удивляться, уметь видеть окружающий мир, даже пусть не всегда в ярких красках, хотя хотелось бы все видеть в ярких красках, чтобы было интересно, полезно для всех. Галина Михайловна, ну вот вы говорили о том, что вы и выпускница первой школы, и в первую школу вы вернулись на работу, и вот уезжали ненадолго на учебу, и вновь вернулись в Аху. Аху, вы, ну вот мы с вами перед программой говорили, вы, наверное, настоящий патриот Ахик, вот как вы Аху чувствуете, какой вы ее видите, и не планируете ли вы, вот как многие, ну нас там отработали на севере, все, хватит, поехал я там на Черное море кости греть, вот... Пенсию заработал, поехал дальше, да. Я очень люблю путешествовать, все окружающие мои родные знают, что для меня путешествия, я объездила очень много стран в Европе, в Азии была, в этом году вот покорила скандинавские страны, но я с великим удовольствием возвращаюсь в свой маленький северный родной город, город Аха, я очень люблю свой город, я действительно, наверное, патриотка, я всегда говорю, я не только патриот, наверное, своей страны, патриот своего города, я еще и патриот своей школы, я очень люблю свою школу, потому что у меня все связано именно, вот не то что с зданием, а с атмосферой, которая есть, мало того, у меня трое детей, все трое детей у меня закончили первую школу, я просто вот, знаете, ну думаю, может, с течения обстоятельств, но тем не менее, как бы, не знаю, я даже не планирую пока куда-то уехать, не знаю, насколько сложится дальше моя жизнь, дай Бог здоровья, как всегда говорят, вот, не знаю, сколько мне еще работать можно будет, но пока я еще чувствую силы, чувствую, как бы, востребованность свою, поэтому я думаю, что Аха для меня очень много в жизни значит. Я думаю, что многие, которые смотрят нашу передачу, по-хорошему, по-хорошему, я подчеркиваю, могут вам позавидовать, Галина Михайловна, потому что, ну, редко, наверное, дай Бог, конечно, чтобы это было чаще, но редко, наверное, кому удается настолько органично себя чувствовать в своей профессии, мало того, что в своей профессии, вот именно в том, ну, здании, в том учреждении, где вы работаете, и плюс ко всему еще и в этом городе, в котором вы живете, то есть для вас это вот в кубе или даже в четвертой степени, да, то есть вот ощущение, как бы, комфорта, признания, ну, ощущение, вот, патриотизма вот этого, наверное, присутствует. Ну, действительно, если вот, даже в хорошем смысле слова, я, наверное, патриот, действительно патриот, потому что я очень все это люблю, и душой и сердцем вот прям здесь, в нашем северном городе. Ну, тогда, значит, в очередной раз я убедился в том, что не зря мы именно Галину Михайловну пригласили сегодня на нашу беседу. Галина Михайловна, большое спасибо, что вы поделились с нами своим учительским опытом, воспоминаниями о школе, о детях, о своих коллегах, и я напомню, что совсем немного времени осталось, 5 октября. Сегодня мы будем отмечать прекрасный праздник День Учителя, и, Галина Михайловна, ну, давайте уже мы начнем вот эту череду поздравлений, и я предоставлю слово вам, возможность поздравить своих нынешних коллег, учителей других образовательных учреждений с наступающим праздником Днем Учителя. Уважаемые коллеги, и те, с которыми я вместе работала, и те, которые рядом с нами, с кем у нас пересекались, ну, наша судьба пересекалась, я вас поздравляю с наступающим нашим профессиональным праздником. Терпения вам, здоровья, творческих успехов, неиссякаемой энергии, потому что в нашей профессии просто без этого не обойтись. Поэтому с праздником вас всех. Галина Михайловна, ну, со своей стороны, со стороны телезрителей, я уверен, от имени телезрителей тоже позвольте вас поздравить с наступающим праздником Днем Учителя, ну, и, конечно, пожелать вам как можно еще долгого профессионального долголетия, и я надеюсь, что еще не один год вы будете работать с нашими детьми и, скажем так, вот делиться своим большим педагогическим опытом. Спасибо огромное. Спасибо большое. До свидания. До свидания.